Ребята, всем привет! С вами Алексей, вы на канале Сантехстрой. Меня Сергей Стюмени просил, чтобы я бы снял видеообзор установка двухконтурного котла, навесного, турбированного и система полностью по всему дому, будут чисто только радиаторы. Специально для тебя я снимаю этот ролик. На что нужно будет обратить внимание при газке котла? Да, смотри, здесь ничего как бы сверхъестественного нету, сразу же от котла у нас здесь стоят трехчетвертные и одна вторая резьбы. Мы сразу же переходим вот на такие вот муфты. Для чего это делается? Для того, что в случае чего можно было спокойно как бы открутить вот эти вот американочки, да, и спокойно демонтировать котел. Если, например, где-то там вдруг он выйдет из строя, либо же нам надо будет подкинуть какой-то другой котел, мы спокойно откручиваем и все демонтируем. Предварительно перекрываем как бы краны. И у нас получается в системе будет как бы вода, вот, ну, котел мы можем спокойно снять. Для чего здесь получается вот такое количество кранов? Это для того, чтобы можно было обслуживать фильтр. Если вы, например, вот у нас пошла подающаяся линия, как это определить, если здесь видно, либо же, вот, видите, вот здесь нарисована как бы стрелочка, она уходит, а здесь типа стрелочка как будто она заходит. Значит, получается, это подача на радиаторы, это обратка с радиаторов. Если, грубо говоря, вы не знаете, как это подключить, вы открываете книжечку, там в книжке написано возврат системы отопления и подача в систему отопления. Вот. И поэтому, грубо говоря, вы определяетесь. Если подача в систему отопления, значит, это подача полностью на радиатор. Возврат системы отопления, это получается, значит, обратка уже непосредственно в котел. Вот. Понятно, да? Пошла подача, если видим, и здесь возвращается обратка. На обратке мы ставим вот такой вот фильтр для сбора всякого шлака, мусора, тот, который будет непосредственно уже в системе. Для чего здесь стоят два крана? Если вам надо будет обслужить вот этот фильтр, мы просто перекрываем здесь кран, перекрываем здесь, откручиваем этот фильтр, чистим его, чистим от этого мусора. И потом закрутили, открыли два крана, и у нас дальше опять работает система. Это для того, чтобы не наливать, не скрывать целую кучу воды, не наливать здесь кучу там, я не знаю, там луж не делать. Просто перекрыли, открыли и спокойно его почистили. Так же самое фильтр на холодную воду, потому что тоже бывает такое, что где-то там, если нет какой-то фильтрации воды, может попасть какой-то шлак, мусор, ставим еще дополнительно вот такие вот фильтра. Эти от фильтра, если видим, полнопроходные. Полнопроходной фильтр, это когда вот идет стрелочка, видите, в одном и во втором направлении. Он может стоять и в горизонте, и в вертикальном. Вот, для удобства прочистки, если видим, одна сторона у него немножечко, как бы, получается, идет под наклоном, для того, чтобы можно было буквально открутить и почистить этот мусор. Что здесь? Здесь получается, как я еще раз говорю, подача на отопление, обратка с отопления. Подача холодной воды, вода нагревается, выход горячей воды. Здесь изначально, как бы, не планировалось сделать отопление, делаться отопление здесь просто, это был такой дачный домик для того, чтобы можно где-то было летом провести здесь как бы время. Ну, в дальнейшем, когда решили здесь подвели газ и уже решили установить вот такой вот котел. Вода уже здесь была разведена, если видим. Здесь подмойка у нас стоят, было две точки для подключения сюда умывальника, здесь еще будет вырезаться, ставится умывальник, и мы вот так обыграли. Получается, мы отсюда взяли холодную воду, завели на котел и сюда возвратили горячую воду уже непосредственно на остальные потребители. То бишь, мы взяли с ближайшей точки для того, чтобы можно было реализовать подключение этого козла. Потому что не изначально, как бы планировали, что будет, сейчас я вам бы дальше покажу, что будет стоять обычный бойлер и оттуда будет уже от бойлера уже запитываться горячая вода уже непосредственно на вот эту вот систему. Как мы здесь делаем? Мы сразу же переходим с 3-4 резьбы сразу же переходим на 32-й полипропилен, то бишь, увеличим диаметр. По-нормальному, как бы, да, вот здесь идет у нас подвод холодной воды и выход горячей воды. Тоже надо было сразу же уходить на более, больший диаметр, но так как у нас здесь все сделано 20-м полипропиленом, смысла этого как бы нет, да, там отвести 25-й полипропиленом и впитаться опять в 20-й. Вот. Ну, лучше как бы этот диаметр увеличить. Как мы здесь расходимся. Если видим, у нас прошла 32-м трасса, здесь идет тройник 32 на 20, так как у нас здесь в одной стороне стоит просто радиатор, ну и сразу же 20-й полипропиленом заводим непосредственно к вот этому радиатору. Или, да, там, 32-го, пришли на 20-й, завели к радиатору. Здесь почему вот такая вот система? Потому что здесь изначально как бы был предусмотрен вот такой вот кран для зима-лето на перекрытие полива. Ну, другими специалистами. Вот. Если вам, ребята, надо будет еще реализовать здесь теплый пол, сразу вот этой трассы мы просто делаем тройник ставим 32, например, там на 20, отводим отсюда отвод и здесь можем спокойно поставить там автомат разводдушника и сразу же отсюда пустить металлопласт там непосредственно уже на теплый пол. А на обратке поставить обычный РТ. Вот именно вот от этих вот труб ближе к котлу и спокойно будет реализован у вас теплый пол. Еще также, как бы, сюда можно было бы предусмотреть кран для слива системы, как бы, да, вот в этом вот, например, где-нибудь нижняя часть, для того, чтобы в случае чего можно было спокойно слить всю систему непосредственно с котла. Когда заказчик сказал, что это не надо, что куча человек, как бы, он спокойно может здесь открутить американку и даже сам вас слить. Все будет. Думаю, эта информация тоже будет полезна. Вот так вот мы аккуратненько здесь зарезали для подключения уже этого холодной и горячей воды и отопления в шкафчике. Проходит она, если видим, в ту сторону. Здесь она, как видим, выходит, дальше она проходит по вот этой вот части и здесь также. Если здесь видим, стоит отдельный радиатор. Мы просто берем с 32-ки, переходим на 20-ку, запитываем на радиатор. Делаем крест-накрест для того, чтобы у нас когда горячая вода сюда зашла, она равномерно прошла через весь радиатор и отсюда вышла. Тогда будет стопроцентный прогрев этого радиатора. Дальше это просто проходит вот в эту часть. Здесь она проходит и здесь идет у нас подъем. Если видим, здесь уже тройник мы ставим 32 на 25 и здесь сразу ставим переход на 25-й полипропилен. то бишь у нас идет вот эта вот трасса 32-м, а дальше отсюда разделяются потоки. Идет на второй этаж и идет дальше продолжение по первому этажу на радиаторы. Здесь, если видим, мы установили вот такой вот гидрофор. Установили здесь изначально просто было две трассы. Здесь планировалось от гидрофора, что будет стоять бойлер и от бойлера уже будет горячая вода. То бишь отопление, еще раз повторюсь, здесь не предусматривалось. Одну часть, вот здесь видим горячей воды, мы просто ее заглушили. Все, подывается 25-й полипропиленов на второй этаж. Здесь сразу же идет переход с 25-го полипропилена на 20-й. Вот. И дальше трасса пошла на вот этот вот радиатор. Здесь мы доводим, если видим, до угла, до вот этого вот. 25-м полипропиленов, а дальше мы по прямой уже запускаем уже на радиатор. То бишь уже 20-м полипропиленов запускаем на радиатор. На втором этаже подымается, как я еще раз показывал, с 32-го перехода с 32 на 25. Подымается трасса наверх. У нас здесь стоит три радиатора. Вот так мы здесь высверлили, для того, чтобы можно было выкинуть трубы. И 25-м у нас пошла трасса. И через переходы, через тройники 25 на 20. Заведено на радиатор. Так же самое и здесь. Тройник 25 на 20. И трасса погнала дальше. Здесь также, если видим, доводим до угла, до вот этого вот угла. И дальше от угла мы уже заводим уже на радиатор с двадцаткой трубой. Почему доводим до угла? Для того, чтобы не было сопротивления. Потому что если, например, где-нибудь перейти там дальше, и здесь вот, например, будет угол, будет сопротивление, есть такая вероятность, что он просто будет прогревать те радиаторы, а сюда будет не доходить. А в таком случае, когда здесь уже по прямой сразу заходят на радиаторы, что будет он работать и будет прогревать, это уже будет вариант такой, сто процентов. Так что я думаю, ничего здесь сложного нету. Я думаю, здесь можно все это спокойно разобраться. Если кому-то это видео было полезно, поддержите нас лайком, напишите какой-нибудь комментарий. Вот. Сегодня хорошая погодка. Объект мы закончили. Потому что, ребята, будем собираться. А вам всем удачи и хорошего настроения. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok